Налоговая инспекция напоминает, что до начала реализации пасхальной продукции необходимо уплатить налог. Без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, согласно белорусскому законодательству, можно реализовывать хлебобулочные и кондитерские изделия на торговых точках или в других установленных местах с уплатой единого налога. В Гродно за месяц эта сумма составляет 89 рублей. За самостоятельное изготовление продукции дома и ее реализацию с домашнего адреса или доставку заказчику домой единый налог составит 54 рубля. До начала деятельности нужно подать в налоговый орган уведомление в письменной или электронной форме с указанием вида деятельности, места и периода его осуществления. Единый налог необходимо уплатить до начала осуществления деятельности. К слову, исчисляется он с применением понижающего коэффициента 0,5 в случае розничной торговли менее 15 дней в течение месяца. Для пенсионеров, инвалидов, родителей в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте 18 лет, а также родителей, воспитывающих детей инвалидов в возрасте до 18 лет, предусмотрена льгота. Данная льгота в размере 20% от ставки налога. Дополнительно сообщаем, что при осуществлении видов деятельности, которые не признаются предпринимательской, граждане обязаны выполнять работы и оказывать услуги только самостоятельно, без привлечения иных физических лиц. Уже 17 апреля католики встретят праздник Светлого Христового Воскресения. Трансляция праздничного богослужения из Гродненского кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия начнется в 15.00. А 24 апреля православные верующие встретят светлый праздник Пасхи. В этот день телеканал «Гродно плюс» проведет прямую трансляцию богослужения из Святопокровского кафедрального собора города Гродно. Начало службы в 10.00. Субтитры создавал DimaTorzok